Мы сегодня посетили поселок Зайцево, пообщались с жителями, узнали, я так понимаю, только край проблем, которые здесь существуют. Основная проблема, естественно, это водоснабжение и электроснабжение. Хочу заверить жителям поселка о том, что глава республики осведомлен об этой проблеме. В пятницу он собирал министра жилищно-коммунального хозяйства, министра транспорта, потому что часть сети здесь принадлежит железной дороге, дал поручение в кратчайшие сроки с помощью гуманитарной помощи, которая приходит из Российской Федерации, восстановить работу электроснабжения и водоснабжения. Проблема по восстановлению, это, конечно, нестабильность украинской стороны по обстрелам и по работе снайперов. Будем выходить на БСЕ, будем договариваться, будем надеяться, что Украина в очередной раз нас не обманет и даст нам работу. Планируются такие встречи здесь систематические возможности? Да, сегодня, я так понимаю, просто было немного людей, в среду будет выдача гуманитарной помощи, и мы со всеми службами приедем сюда, выслушаем до конца все проблемы, и будем разбираться. И будем пытаться сейчас заниматься переселением. Похожая ситуация с поселком Шахты 6-7? Были ли вы уже на поселке? Еще не доехал, завтра я буду на поселке 6-7. Да, ну, заместители мои были, в принципе, проблемы одинаковые, идентичные. Ну и безусловно восстановление. Просьбы. Меня прислал главарь в республике лично, заниматься вашими проблемами. Мы жители поселка Зайцево. Я уже понял. Вот, у нас самая большая просьба, помогите нам разобраться, чтобы в наши мероприятия, в наш поселок, не вмешался наш райисполком. Так, теперь по порядку, в чем проблема и... Сейчас я объясняю. Я поняла, что вы хотите. Первые завозы, 15-й, вот, начало 16-го, Красный Крест сюда привозил гуманитарную помощь, и по фактическому проживанию тоже. Очень много жителей поселка Зайцево через один. Где-то квартира на квартале, там живут дети. Ну, понятно, что приходят. Фактически живут здесь. Позиция была у нас... Они не прописаны здесь? Они не прописаны здесь, но живут здесь. Всю жизнь, ну, может, кто-то там меньше, чем... И депутат, я помню, я вам рассказывала, Филатова настояла. Этих людей просто откинули. Да. И все пошло. А у вас в чем проблема жизненная? У вас же комиссия по гуманитарной помощи, что вы не можете принять решение? Немножко не так. Ирина Вячеславовна Дикун, она, Татьяна Трофимовна, тоже как бы заступалась за нас все время в этой борьбе. Филатова была в комиссии гуманитарной. Я тоже была в комиссии. Но у меня еще в комиссии были другие комиссии. И она навязала там... Ну, о коллегах не говорят неплохо, да, там... Филатова? Да. Она навязала вот эту схему, да. Она навязала просто эту схему и... И люди остались обижены. Да. Мало того, там вопросы поднимали у нас люди, еще стоят на той... Ну, вот, которые сейчас в серой зоне. Там стоят войска. Они пришли сюда за помощью, им отказали. Но нельзя было это делать, они же наши. Они не там не нужны, и здесь им не дали. Они не только наши, они, понимаете, домосожженные, доморазоренные. Какие условия были у Красного представления? У Красного представления. Они в ваши списки принимали? Наши списки принимали. Мы их учили, но... Но они отсеивали. Я сейчас скажу. С этого списка отсеивали. Ну, лично я вот считаю, да, вот, если брать, на весы повесить, там, сто человек получат, и вдруг один случайно получит. Ну, вдруг, все же бывает, да, в Желине? Ну, сто-то получат. А у нас это не кодирует. Это дело в том, что они, Красный Крест, привозят бумажку. Красный Крест, я не зря спросил. Красный Крест выдают гуманитарку по списку, которую дает районная администрация. Правильно. Почему народ-депутат влез в этот вопрос? А вот это и был большой вопрос. Вот и был. Они просто... Ирину Декун... Подождите, она член комиссии или нет? Она член депутатской комиссии. Депутатская комиссия, пожалуйста. Нет, нет. Ну, при чем здесь? Решает комиссия выдавать кому-то на это заходы? Они ущемляли все права, Ирина Декун. У вас коллективная ответственность. Уже не будет. Мы сейчас начали работу по выявлению квартир бесхозных и по общежитиям. Мое личное мнение, что все равно здоровье дороже. И я считаю, что надо хотя бы ночевать туда ходить. Вот вы как на это смотрите? А как я там буду ночевать? Так вы меня не поняли. Потому что, если ваша позиция будет такая, что вы скажете, что да, мы готовы на какое-то время... Ну, не уходить, что уходить, бросать-то ничего не надо. На какое-то время отселиться, то глава республики дал такое поручение. Мы сейчас эту ревизию проведем и к нему выйдем. Он нам это распоряжение подпишет. Нет, а к чему это вы говорите? Мы за Ирину? Нет, не за это. Ну, за Ирину мы же поговорили. За Ирину уже есть, а подожди, мы же поговорили. Мы же за Ирину. Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вот есть такие ярые жители, вот они пожизненно живут в своем доме. Да хай мне хоть что хотят с домом делать, я в погребе посижу, они не захотят уходить. Но они живут без света, без воды. Но живут. Вот самая странная проблема. И никуда не уйдут они. Я немножко не вник еще в проблемы Зайцева, сейчас я похожу, там посмотрю. Но я думаю, что есть некоторые объективные причины, по которым, допустим, сегодня невозможно отремонтировать свет. Если они начинают стрелять по коммунальщикам, то ни я не имею морального права их туда послать, ни их руководителя. Поэтому человек, который принимает такое решение на себя, говорит, что он остается, мы не можем гарантировать его на сегодня проведение света, он тогда должен и бумагу, соответственно, подписать, что он отказывается от переселения. А, ну вот это. Ну, это будет правильно и честно. А насчет воды? Вот воды. Сейчас проблемы вообще. У нас получается, смотрите, подождите, я вам объясню ситуацию. У нас рыбалка и от рыбалка пошли люди заливают огороды. Как не заливают, но заливают. Как не стреляют нас от школы, но все посаженные огороды. У нас сюда идет на третье отделение. Там немного людей. Идет кусок героической, там несколько семей, но люди достойного возраста. Дальше идет через мою улицу Лукина один единый дом, жилой, то есть это я. И выходит вот так вниз, там тоже люди почтенного возраста. В чем проблема с водой? Не идет вода. Начинались проблемы с водой, пока не отдали на баланс вода Донбасса. Вот сейчас вода Донбасса обслуживают. Это же была вынужденная мера тогда. Почему убрали водоканал городской, поставили компанию вода Донбасса. Значит, в пятницу, меня назначили в пятницу с утра, в пятницу вечером у нас собрал глава вместе с министром строительства, с министром транспорта. Он дал жесточайшее им поручение по железной дороге, по сетям восстановить и по министерству строительства обеспечить подачу питьевой воды. Но дело в том, что я не владею пока информацией, а как она была в мирное время? В мирное время вода шла у нас отлично. Хорошо шла, да? Да. В 2014 год, после вот этого, когда вот помните, вот первое вот эти обстрелы, все. После этого вода пошла, прекрасно шла. Пусть мы без света сидели. Ну, по крайней мере, у нас... Нет, без воды нельзя. Без света еще как-то можно прожить? Без воды не возможно. Ну, мы просидели 13 месяцев без света. Вот наше третье отделение Зайцева, 13 месяцев мы были без света. Мы сами вырубливали деревья, мы сами восстанавливали столбы, мы сами тянули провода. Сами люди, мирные люди выходили и это все делали. Одно единственное, что требовалось отресса разрешения. Да, нам дали разрешение, мы подключились, но загвоздка, какой это свет? Это 80-120. Не хватает... Ну, это было времянкой, правильно? Ты почетни, что все равно это было предупреждено, что это будет времяночка. Да, да, да. Чтобы хотя бы работал холодильник и лампочка. И без... А что тогда с мародерцами? А у нас нет. Нет, сами вот, ребята. Вы сами, да? У нас нет. Мы просматриваем за домами. Вот кто уезжает, мы за домами сами смотрим. Ребята, военные следят и за порядком. Военные, да. А что со скорой? Ну, со скорой вот декун нам вызывают, если кому-то надо. Так сами они не... И позваниваемся, и детства встречаем. А чего? Все она делает. Стреляют. Очень часто было, что она раненых вывозила на основную трассу. Я вот об этом слышал, поэтому я знаю. Да, да, вывозила туда и оттуда перегружали на скорую. Не очень, конечно, в этом помощи помогает оде обращение. Но я в любом время тоже могу ей позвонить, и она никогда не отказывает. Так, а вы определились, где мы будем делать аптечный фонд? Да. Обязательно. Да, мы нашли точку. Библиотеки. Нет, не умещение. А дети учиться, где будут? А нам бы и фельдшера посадили бы там. Давайте сейчас... Я же сегодня звоню. Аптечный фонд сейчас сделаем. Мы его сделаем обязательно. И фельдшера посадим. Там, где был ваш хозяйственный... Фельдшера сажать не надо. Он может трудоустроить, может быть. Он трудоустроит. Ну, надеюсь, цены не заоблачные будут в аптеке. А кто звонил? А, естественно, сказали здравоохранение. А цены какие будут? Мы будем в состоянии? Для пенсионеров. Нет, они должны открывать аптеку в рамках социального партнерства. Да, и есть коммунальная сеть. Главный врач, который планировал нам в библиотеке открыть. Но в связи с тем, что туда поселили мы школу, как говорится, разместили, он у нас на этом этапе прекратился. Сейчас же вопрос поднимается, чтобы школу все-таки перевезти в садик. Это будет очень хороший вариант. Дело в том, что мы когда ездили к Киму и ездили к Марченко, они уже не здесь, они уже не здесь. Дело в том, что получалось так, что Марченко, когда нам отказывал в электроэнергии подключения, то есть есть куча вариантов, можно нас даже... Он по какой причине отказывал? Только из-за обстрелов? Нет, нет. Он сказал, что это Украина. С Украиной, когда согласуется, все... Ну, из-за обстрелов же, да? Из-за обстрелов. Да, естественно, из-за обстрелов. Мы в основном хотели же высокую восстану. Да, да. Но... От шести тысяч здесь еще питаются. Лежат там эти столбы. Они не поднимут. Да? Они ее не поднимут. И провода, и столбы там все. Один раз уже вспомните, как начало 15-го поднимали на три дня. Да, на три дня. Но суть заключается, что у нас как бы трансформатор-то свой есть на третьем отделении. Он в рабочем состоянии. Просто должны как-то спецы приехать, разобрать. А трансформатор от чего-то же питается, наверное. Ну, вот мы сейчас подключили. Вот линия идет высокая. Он запитан? Нет. Так высокую не факт. Высокую за один день не сделаешь. А может быть, это проблема. Мы привезем их всех в среду сюда в 11 часов. Но они все равно не поедут к нам на третье. Да, они отказываются. И рабочих посылать. Нет. А мы знаем. Легко. Сейчас поедете. Как? Машины ездят. Кому платят, другие ездят. Ихние машины. Мы вас сейчас все привезем. Я могу, у вас свои возьму. Какая раз, свои свои. Нет, вы лучше свои. Иван Сергеевич. Ну, просто афиксируй. А что? Ну, а мне за жилье надо создать. У меня негде жить вообще. А я только что, о чем сейчас сидел и разговариваю. Я понимаю это. Но мне надо на постоянку. Мне не на временно. У меня три дома. И все три дома разрушены. И все три дома разрушены. Ваше предложение? Ну, мое предложение. Дайте мне акты сейчас на руки. Для того, чтобы я могла встать на очередь на жилье. Так я же сказал, делать так. Еще можно приемлить. С вами встречаемся. С вами, да. Мы все во вторник сделаем. Я дал все поручения. Чтобы поставить вас на учет на квартиру. Я просто сейчас перепутал в монетах. Все точно так же зафиксирует ваше разрушение. И поставить на квартиру на учет. Я там сейчас телефон. Там не нужен такой сложный акт со спецификациями. Там нужно зафиксировать, что дома действительно разрушены. Не подлежат восстановлению. Это не проблема. А скажите, пожалуйста, вот тут на Вахмутке. Я житель оттуда. У меня пол дома снесли. Я могу тут отца. Пол дома мне отнесли. Это Вахмутка, да? Это подконтрольная Украина. Это подконтрольная Украина территория. Вы туда ходите? А? Туда ходите? Меня не пускают. Мне через Майорцы надо ехать. Я восемь часов простояла на блокпосту на Майорске. Короче, они узнали, кто они такие. Меня чуть не убили. Я вернулась назад. Я туда фактически теперь не попадаю. У меня пол дома снесли, так как крыши нету и пол дома нет. А как же мы его обследуем? Вот. У меня есть фотографии. Для чего вам это? Для постановки на учет квартирный, пожалуйста? А в бинокль видно? Я вообще без шуток говорю сейчас. Дом нет, конечно. Конечно. Ну и по Пескам такая же проблема. Люди-переселенцы. Мы не можем зафиксировать. Мне есть виноватые. А мы не можем... Вот Пески и сразу Бахмутка наша. Есть комиссия по разрушению. Я написала заявление. Заявление. Она в некоторых случаях полномочна принимать решение. Нет, решение. Это коллективный орг. Я думаю, что в принципе фотографию можно показать и принять такое решение. Вы понимаете, дело в том, что... Ну, вы поймите правильно. Я не то, что законы нарушать нельзя. Я прикинье написала заявление и привезла эти фотографии в горы с полком. У меня посмотрела комиссия, разглядела там 24 штуки, по-моему, и вот так вот разложила. Они мне сказали, поднимают голову, говорят, извините, а вы могли любой дом сфотографировать. Вы знаете, какое было мое состояние? Мне не до шуток. Ну, с одной стороны, с точки зрения юридической практики, он прав. Ну, вы же понимаете, что он берет на себя ответственность. Это материальные ценности. Завтра за него, условно говоря, спросят. Нам тоже смысла нет так шуток. Нам далеко не должно так. Вот сейчас тихо. Почему? Тут проехать 300 метров. Почему не выехать? Вы... Да ну что-то укрыл. Вы сейчас... Я за тебя раздражаю. Вы считаете, что они поедут? Нет, мы не считаем. Раз вы жили на Октябрьском, мы считаем, что вы поедете. Да, я за тебя. Так что мне вот это заявление я сдала? У меня тоже дома нет. У меня даже фундамент не остался. Я это заявление сдала, и что мне вот дальше? Они молчат. Давайте мы обсудим этот вопрос. Хорошо? Хорошо. Хорошо. С юристами тоже. Хорошо, а я буду брать на себя ответственность, как председатель комиссии. Вы председатель или замороз? А вы по поводу пожарных? Председатель комиссии по разрушению. По разрушениям Горбатов. У нас нет района. А, будет. Я уже дал это поручение. Чтобы у вас тоже вы... Чтобы вы делали акты. Чтобы люди не перелись в город, там два человека не делали. Чтобы вы делали районы. Поменяли еще. Да, было все нормально. Но кто должен оценивать? Вы, кто все знают? Или Горбатов, который ничего не знает? Потому что у него же в лобанке у вас. Раньше сделали так. Да, раньше так мы так и делали. Раньше... Это кем поломал, да? А кто же еще у нас? Это неправильно. Кто лучше не узнает ваши проблемы? Еще один такой больной вопрос по селу. Мы понимаем, что во время обстрела непожарная машина ничего не приедет. Но когда нет обстрела, и пожарные не едут. Ребята нам говорят, что их администра... Вроде три минуты назад мы обсудили этот вопрос. Пожарные машины. Я услышал, я услышал пожарные, полиция, и скорая. Что администрация боится их сюда тоже. Ирочка, я их тоже сюда. Мы не просим во время обстрела, мы просим, когда тишина. А дома сдаются здесь? Я приеду. А? Мы вам предоставим жилье. Двухэтажные даже можем предоставить. Я приеду там. Пустые дома. Нас многие покинули. И будем жили. А вы не боитесь, как дикун будет и ночь у вас будут поднимать? А что дикун будет поднимать? Я сегодня получила выговор, что не позвонила ночью. Если вам интересно, зайдите на мой фейсбук, я веду с обстрелок прямые трансляции, находясь в эпицентре обстрела. Мне на это дела... 167 обстрелов у меня есть на 167, я их считаю. И две контуси. Поэтому мне... Ну, мне тоже две контуси. Мы очень рады, что у нас появился такой мыр. И Тагир, вот там такой же со мной есть, если я вам помочь. Да, который нет. Который будет теперь... Тут просто камера, я бы сказал. Который будет занимать нас, который недалек от нас. Вот мы очень рады, что вы теперь с нами, правда. Что у нас все наши проблемы, все мы сообща решили. Я же не пошутил. Я решил найти агентство невинности, чтобы снять здесь квартиру. Ну, знаешь, переезжать, но жить надо там, где работаешь. Спасибо.